Всем привет, друзья мои! Сегодняшний день будет у нас очень интересный, потому что мы едем с друзьями Тарсус с Натальей, с её братом, с Мариной Анатольевной, и с Лаки. Сейчас мы начинаем день. Мы встречаемся с Андреем, берём машину в прокат и едем за Натальей. За мамою и за Натальей. И направляемся в Тарсус. Ну а самое интересное ждёт вас впереди. Привет, Соли! Привет! Так что, смотрите, не переключайтесь! Добро пожаловать на мой канал! И не забудьте подписаться! Друзья мои, оказывается, взять машину в аренду тоже проблема, и не всё так легко, как мы думаем. Это вообще прикольно! Мы были в одном месте, нам там не понравилась машина, и обо всех тонкостях я сейчас расскажу вам. Мы попали в субботу. В субботу, в воскресенье, как вы знаете, в Турции закрыты, да? Не работает ничего, поэтому машину в аренду дают с учётом на двое суток. В сутки 200 лир. Вот машина 2020 года, 200 лир. 200 километров в день можно, значит, на ней. Если будет больше, то это определённая плата. Ну, сейчас соштым, оформлю на себя. Мы находимся в офисе. Этот офис более-менее понравился. Посмотрим на машину. Но, оказывается, всё сложно в этой жизни. Ничего лёгкого не бывает. Даже аренда машины. Ну, теперь буду я знать. Вот такую машину нам предоставили. Новая. Посмотрите, какая хорошенькая. Нам она нравится. Я от 2020 года взяли в аренду стоимость 2000 рублей. Андрею понравилось. 2020 года. 200 лир в день. Ну, единственное, плохо, что когда попадаешь на субботу-воскресенье, воскресенье, так как не работает, придётся, приходится брать на два дня, на двое суток. Всё, поехали мы путешествовать. Смотрите, как он вспомнил меня. Посмотрите, как он лядуется. Маме лядуется. Моя собака. Ой, вы холёте. Да, да. Ой, Эндера. Эндера-то. Да, 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 да. Фуля моя. Ну, вот. Какой мой. Вот и Доснаки любимый. Засипает сыночек. Привет-привет. Едем. Привет-привет. Марина Анатольевна первая на такой поездке. Пошлю за рулём. Уже скоро мы подъезжаем к Тарсусу. Погода замечательная сегодня. Друзья мои, посмотрите, где мы находимся. Наконец-то я использую свой стабилизатор. Это церковь Святого Павла. С той стороны вход. Вот. Пошли дальше. Вот. Вот. Десять лет написано. А что там делать? Нэди, нэри. Береты покупает. Потому что туда надо заходить. Вовнутрь там красота. А, да. Ой, хорошо. Там-то тупик. Или что там есть? Привет. смотрите куда мы пришли церковь святого павла но пока мы до нее не дошли сейчас мы с друзьями пойдем туда вот эти раскопочки здесь наверно можно ходить а если вовнутрь зайти вот везде 10 лир церковь пока еще как туристы настоящие а Продолжение следует... 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 Вы видите, впереди невесту с женихом... Продолжение следует... Продолжение следует... Как за ней беспокоится и жених закрывает... Ой, видишь, в лоб надо целовать... Сейчас будем обедать... Мы нагулялись, проголодались и принесли сначала горячий хлебушек и салатики... Кстати, я в вашем видео... Меня спрашивают, почему до конца не рассказала... Понравился и Мельсин... Вот Андрею спросить надо... Почему здесь хорошо, а не в Алании? А, Наталья, скажи зрителям, ждут от тебя? Почему ты выбрала Мельсин? Мне очень понравилась в Алании... И в Алании хорошо... В Алании это туристический город... Там хорошо отдыхать... А жить все-таки... Хорошо работать... На заводе, на степольном... Нет... В Мельсине хорошо жить... В Мельсине... Хорошо будет работать... В Мельсине... Не ставочка... В Валании тоже есть... Очень все переста красиво посвоят... Ну, как бы были Мельсин... Потому что... В перспективе... В перспективе развития... В Валании всегда можно следить за завтра... Потом можно... А вы Андрей? Основная причина, что квартиры все-таки подешевле здесь... Более качественные и более дешевые... А если бы была в Алании, допустим, такая же квартира... В новом доме... Естественно, бы купила Наталья ее... А так как она себе не смогла позволить... Такую же квартиру... Такого же качества... Такую же новую... В Валании, естественно... Она приехала сюда... В Валании все равно... Что бы ни говорить... А море-то почище... И пляж... Он песчаный... Все равно для отдыха получше... Ну, мы на одном побережье... Так что... Они знают уже, как добираться... На автобусе и Валании... Просто мы еще не видели... В Валании очень много качеств... Не видели... Такие вкуснятины нам принесли лахмаджун... Ммм... Взять тоже тискалиси... Тискалиси, да... Приятного аппетита... Сейчас нам принесут основное блюдо... Это лахмаджун... Эти маленькие просто они лахмаджун... А вот что принесли нам основное блюдо... Я выбрала... Кужбасы... Рыба... Такая чупра... Ашкеба... Что есть? Кебаб... Ашкеба... Кебаб... Ашкеба... Приятного нам аппетита... Как вкусно, друзья мои... Хе-хе-хе... Вот такой... Птарсус... В основном... Я не знаю... Может есть другой район новостроек... Но... Мы пока вот в таком районе едем... Направляемся мы в зоопарк... Конечно... Мерсином не сравните... Запахло навозом... Лаки... Лаки путешествует... Вместе с нами... Путешественник Лаки... Вкусно поели мы очень, друзья мои... Весь обед нам обошелся 300 лир... Дороговато... Но... Ну вкусно... Мы еще и лахмаджу... Рыба... Кебаб... И кузбассы... Кока-кола... Две воды... Хлеб... Вот и красивые дома тут... Смотрите, какой район мы приехали... Приехали мы в зоопарк... Вот... Посмотрите... Сколько машин... Сколько людей сегодня приехали... Потому что это, наверное... Единственная достопримечательность... В Тарусусе... Ну, одна из таких... Посещаемых... Посмотрим, что внутри... Все расскажу... Друзья мои... К сожалению, мы и нас не пустили в зоопарк... Потому что собакам нельзя... Собаками... И мы возвращаемся... Обратно... Очень и очень жаль... Покажу вам зоопарк в следующий раз... Друзья... Посмотрите, куда мы приехали... Мы, короче, катались... Приехали в Мерсин... Заехали... В один центр торговый... Там отоварились... Я там себе набрала... Выбросшие... Опять... Средств... Для макияжа, кажется... Для волос... И вот мы сейчас... Отвозим их... В Тэджи... Наталью с мамой... Мы... Брат забежал... Вот сюда... В соли центр находится... Вон там... Что-то хочет себе купить... По дороге... И вот так... Вот у нас заканчивается день... Конечно... Очень жаль... Что мы не попали в зоопарк... Мы практически зашли... Но из-за того, что нельзя... Собаками не пускают... Мы... Не попали... Вернулись... Потому что... Такая ситуация была... Собак боятся... Вдруг какая-то проблема будет... Или... Реакция... Он начнет гавкать... У животных... Поэтому запрещено... Вот какая проблема... Но ничего... Мы зато поехали... Я купила себе средства по уходу... Прекрасно провели время... Сейчас оставим... И с Ашкимом вернемся домой... И вот мы с Ашкимом едем домой... Друзья мои... Устали... Как собаки... Не видно нас...